Фильм «День мертвецов» Джорджа Ромеро, выпущенный в 1985 году, является третьей частью его серии фильмов о зомби и стал культовым произведением в жанре ужасов. По сюжету «День мертвецов» — это фильм о выживших в постапокалиптическом мире, охваченном зомби-эпидемией. Действие разворачивается в подземной военной базе, где группа ученых и солдат ищет способы борьбы с зомби и восстановления цивилизации. Однако помимо жанрового контента, фильм также несет в себе глубокий социальный подтекст, касающийся различных аспектов человеческой природы и общества. В фильме «День мертвецов» демонстрируют военных персонажей, которые проводят эксперименты над зомби на военной базе. Эти эксперименты могут быть интерпретированы как попытки использования военных ресурсов и научных знаний для военных целей, несмотря на катастрофическую ситуацию вокруг. Этот нюанс подчеркивает тему безразличия к человеческим жизням и моральных ценностей, которые могут быть пожертвованы ради военных исследований. Внутри базы возникают конфликты и напряжения отношений между персонажами, поскольку они борются за выживание в изолированном и агрессивном окружении. Это отражает тему агрессивной природы человечества и способности людей стать собственными врагами в условиях кризиса. Фильм исследует, как страх, неопределенность и конкуренция заграниченной ресурсы могут привести к насилию и разрушению внутри общества. Изоляция персонажей в подземной базе становится символом разложения общества. Они теряют связь с внешним миром и чувствуют себя оторванными от цивилизации. Эта изоляция подчеркивает, как социальные связи и нормы могут рассыпаться в условиях кризиса и как люди могут чувствовать себя отчужденными друг от друга. Несмотря на апокалипсис, некоторые персонажи все еще стремятся к материальным благам, даже если это не имеет смысла в контексте зомби апокалипсиса. Это может быть интерпретировано как критика потребительской культуры, которая призывает к потреблению и накоплению вещей, несмотря на реальные угрозы и кризисы. Фильм Ромеро также поднимает тему поиска надежды и смысла в условиях катастрофы. Несмотря на ужасы апокалипсиса, некоторые персонажи продолжают бороться и искать способы выжить. Это отражает человеческую способность к выживанию и стремление к надежде, даже в самых темных ситуациях. Все эти аспекты фильма объединены в общий образ апокалипсиса, который служит аллегорией для размышлений о человеческой природе, обществе и моральных дилеммах. День мертвецов Джорджа Ромеро представляет собой не только жанровый хоррор, но и глубокий комментарий к социальным и человеческим аспектам в условиях кризиса. Создание этой картины было непростым и оказалось связанным с рядом вызовов. Бюджет фильма был значительно ниже, чем у многих других голливудских ужастиков того времени. Это вынудило съемочную команду и актеров работать в сложных условиях. Тем не менее, ограниченный бюджет способствовал творческой свободе и инновациям. Команда была вынуждена находить нестандартные решения для создания зрелищных спецэффектов и макияжа зомби. Съемки фильма были физически и эмоционально тяжелыми, проходя в подземных локациях, что добавляло атмосферы изоляции и ужаса. Многим приходилось попросту ночевать под землей, так как место съемок находилось чрезвычайно далеко от отелей. Из-за сильной влажности на съемочной площадке постоянно ломалась съемочная аппаратура и механизмы аниматроники для спецэффектов зомби. Эти трудности придали фильму аутентичности и усилили его ужасающий эффект. Хочу признать, что даже сейчас сцены, снятые в пещере-шахте, где из темноты появляются зомби, действительно смотрятся впечатляюще. Важной фигурой при создании Дня мертвецов был Том Савинни, мастер спецэффекта и грима. Его работа с гримом и спецэффектами была революционной для своего времени и продемонстрировала новые стандарты в создании зомби-образов. Например, сцена с мозгом без головы стала культовой в истории кино ужасов. Также Том Савинни тесно сотрудничал с актерами, помогая им воплотить образы зомби. Его работа в фильме усилила ужасающую атмосферу и стала одной из ключевых составляющих успеха Дня мертвецов. За свои спецэффекты в этом фильме Том Савинни был награжден премией Сатурн. Еще одним мастером спецэффектов, который по совместительству снялся в фильме, был Грег Никотеро. Он не только сыграл роль одного из военных персонажей, но также работал вместе с Томом Савинни над созданием грима и спецэффектов для зомби. Грег Никотеро приобрел ценный опыт, который впоследствии применил в работе над другими фильмами и телесериалами, включая «Ходячих мертвецов». История создания Дня мертвецов подчеркивает важность творческой свободы, инноваций в спецэффектах и гриме, а также влияние фильма на развитие жанра ужасов и кино в целом. Джордж Ромеро, создатель фильма, всегда уделял внимание социальным комментариям и критике в своих работах, и День мертвецов не стал исключением. Фильм нес не только жанровый ужас, но и глубокий комментарий к социальным и человеческим аспектам в условиях кризиса. Несмотря на смешанные рецензии критиков при выходе Дня мертвецов, он остается культовым произведением, вдохновляющим новое поколение режиссеров и продолжает быть актуальным в контексте обсуждения социальных и философских вопросов. Таким образом, День мертвецов — это не только культовый фильм ужасов, но и своего рода произведение искусства, созданное в трудных условиях, способное вызвать у зрителей ужас и размышления об обществе, человеческой природе и выживании.